Счастлив тот человек, которому не нужно каждый день мониторить графики. Если вы не торгуете сутками напролет, то делать технический анализ постоянно не имеет никакого смысла. Однако давайте сегодня посмотрим на график, потому что я действительно соскучился по этому делу. Начнем с того, что уровень 12 тысяч долларов явно является ключевым, и биткоину лучше бы все-таки его оседлать. В противном случае крайний пик может оказаться просто нисходящим, как и предыдущий, а это очень грустно, ребята. RSI находится на уровне 41 с копейками на дневном графике. И это, пожалуй, самые нижние отметки, которые показывал RSI биткоина в этом году. На просадках вот здесь RSI тоже доходил до отметок 41 с копейками. Это наталкивает на мысль, что посвященные трейдеры либо уже, либо скоро начнут незаметно и частями закупать биткоин. Ведь каждый гэп фьючерсов на биткоин каждый раз перекрывается. Вот вам пара примеров. Здесь был гэп, который потом перекрылся. И здесь был гэп, который снова перекрылся. И здесь был гэп, перекрытый позже. Этот же гэп до сих пор не был перекрыт. Если эта теория оправдива, то биткоину еще нужно сходить в коридор от 8535 до 8979 долларов за монету. А здесь мы видим идеальный уровень поддержки. Так и хочется сказать, покупай на поддержках, продавай на сопротивлениях. Однако я так делаю очень редко, потому что всегда начинаю ненавидеть себя, когда продаю биткоин. Ведь на долгосрочной дистанции это действительно глупое решение. Я так считаю. Ну и все, кто верят в то, что биткоин будет стоить намного дороже в будущем, согласятся со мной. Просто представьте себе такую ситуацию. В 2013 году биткоин рухнул, но остается важный психологический барьер. 100 долларов. Круглая цифра и все такое. Трейдер изучает ситуацию и говорит, хорошо, подберу биткоин за 75 долларов, а потом продам за 100. Это будет очень умный трейд с моей стороны. И тут бац, под конец того же года биткоин стоит более 1000 долларов. Потом откатился, конечно же, после таких значительных пампов всегда следуют значительные откаты. Однако он все еще стоил в два раза дороже тех 100 долларов, на которых трейдер умно продал, как он думал. Поэтому как бы все быстро и резко не происходило, я всегда спокоен и вам советую тоже успокоиться. Интересно заметить тот факт, что американские фондовые рынки падали одновременно с биткоином в тот же день, 14 августа. Но вот золото при этом в этот день выросло. Вообще золото показывает хороший рост на фоне падения фондовиков. Получается, инвесторы все еще предпочитают металлическое, но не цифровое золото. Далее не хочу обойти стороной и индекс страха и жадности по криптовалюте. На данный момент стрелочка указывает на экстремальный уровень страха, как будто инвесторы криптовалюты посмотрели фильм «Зеркала». Это на самом деле очень хорошо для биткоина, в теории. Однако что нам показывает практика? Давайте посмотрим. 26 июня 2019 года мы наблюдали пик жадности инвесторов и трейдеров в криптовалюту. Отметка 95 из 100. Это нереально, все очень жадные. Смотрим на графике, видим, что 26 июня 2016 года биткоин находился на самом пике этого года, после чего до таких отметок он так и не допрыгнул снова. Вот тебе и сверхжадность. Купили бы из-за жадности и сидели бы сейчас в убытке на 20-30%. Давайте найдем отметку с таким же уровнем страха, как сейчас. Сейчас это 13. Ну вот 6 февраля 2019 года экстремальный страх и отметка индикатора 14, что почти так же, как сегодня. Все жутко боялись покупать. Ну и вот что произошло потом. Конечно же, этот индикатор не безошибочен, но потенциально, если использовать его в комбинации с другими, то вполне себе можно найти для себя некий инсайт. Вот вам пример. Включаем 4-часовой таймфрейм и волны Боллинджера. В обычных условиях график цены биткоина двигается где-то между нижним и верхним краем Боллинджера. Сейчас же, как мы видим, была ситуация, когда цена биткоина вылезла за пределы этих волн. А это в совокупности с RSI и индексом страха показывает нам то, что на рынке присутствует перепроданность. Давайте посмотрим прошлые ситуации. Вот, вот и вот. Много таких ситуаций на графике, когда цена биткоина выходила за пределы облака Боллинджера. Например, 28 июля 2019 года цена биткоина вышла за пределы Боллинджера. RSI находится на нижних годовых значениях, а индекс страха жадности равнялся 16, что означает экстремальный страх. Смотрим, что происходит дальше. Цена биткоина растет до 12 тысяч долларов. Такая же ситуация и 17 июля. Цена выходит за пределы облака и после следует рост. 2 июля цена уходит за пределы облака и после уходит в рост. Я не хочу сказать, что биткоин ждет жесткий рывок вверх и бесконечный рост. Но потенциальный отскок на краткосрочной перспективе теоретически выглядит очень возможным. Ну что ж, хватит с нас технического анализа на сегодня. Да и на следующую неделю тоже. Ребята, я просто хочу сказать, не бойтесь движений на рынке на краткосроке. Прыжки и падения биткоина даже на пару тысяч долларов за сутки лично для меня за период всего моего знакомства с криптовалютой стали такими привычными, что я практически перестал обращать на них внимание. Так же, как и на новости, которые то хоронят биткоин, типа он рухнул, то в экстазе называют его самым прибыльным и перспективным, когда он растет. Каждый раз в средствах массовой информации происходит одно и то же, и мы уже к этому привыкли. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, зарабатывайте и богатейте. Увидимся в новых видео, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok